В этом видео я хочу рассказать о псевдо-рэп-баттлах, которые хайпанули в недавнее время. Рэп-баттлы на ютуб, с кем они только не происходили. Майнкрафт, рэп-баттлы, рэп-баттл Оптимуса Прайма, да и прочая кринжовая фигня, по которой можно кринжовать, наверное, до бесконечности. Но почему-то она как и раньше, так и сейчас активно хайпует, даже когда её никто не снимает, и она просто разлетается на мемы. Да, вы не ослышались, мем с фейком Бистом тоже недавно хайповал, но, как я и говорил, спустя неделю о нём все забыли. Самым популярным каналом, как в Америке, так и вообще во всём мире является канал ERP, который переводится как Epic Rap Battle. Думаю, не стоит заключать на нём внимание, потому что именно с этого канала и идут многие мемы. Только в отличие от других каналов, этот использует реальных актёров и те же декорации, максимально похожие на реальные. Потому что, как вы помните, обычный канал с этими рэп-баттлами, кроме звука, ничем особо примитивно такими не отличались. То есть была стоковая картинка, наложенный еле-еле подходящий голос, и всё, готово, лишь бы найти риф. Но совсем недавно, по всей видимости, американские школьники обнаружили и этот канал и начали расхватывать его на мем. Чтобы не вводить вас в заблуждение, скажу сразу то, что этот канал не причастен к липу с мистером Бистом, то есть с фейк Бистом. Сейчас же уже с этого канала завирусился мем с Адольфом Блин Гитлером. Да, я тоже вначале чё-то не понял. Ну, когда посмотрел, я тоже ничего не понял. Да, блин, всем ведь так интересно, что я там понял. Если говорить коротко, в этом небольшом отрыве говорится о том, что я Адольф Гитлер, команда, ты и всё прочее, из-за чего с перевода меня могут забанить на Ютубе. У меня есть небольшая теория, почему я сам оригинальный видеоролик не заблокировал. Думаю, всё дело в том, что ему уже больше 10 лет, что говорит нам о том, что нынешние правила Ютуба тогда не действовали. Не знаю, возможно, это исключение какое-то. Потому что многие давние видосы блокируются и сейчас из-за новой политики, так что, не знаю, может это лотерея. Суть самого мема довольно-таки примитивна в основном. В каждом небольшом тексте или небольшом отрывке или в тех же давних мемах, где говорится «Я», приписывают то самое «Я» Адольф Гитлер, команда. Кто не понимает, если переводить на английский, если кто-то там говорит «Ай-Я» Господи, если вы являетесь олдом моего канала, вы знаете то, что когда вот этот усатый чел появился, является в моих видеороликах, у меня всегда происходит какая-то дичь. Так о чём это я? Как оказалось, оригинальный видеоролик выложен на канале Нась Питер. Другой же видеоролик, как я и говорил, с точно таким же названием, но с припиской «Тву», выложен на канале ЕРБ. Что может намекать на то, что, скорее всего, как я и предполагал, на оригинальном канале этот видеоролик либо заблокировали, либо кинули на него страйк. Кстати говоря, существует ещё рэбатл со Сталиным, с которым сделали небольшой мешап с рэбаттом против того же этого усатика. Блин, да они же оба усатые. Ну, вы поняли, о чём я. Ну что ж, будем считать того, что скоро этот мем, скорее всего, запланирует и российские мемы. Да, спросите за футологию. Что-то мне подсказывает, что именно с канала Нась Питер, а конкретно видео Альберт Эйнштейн против Стивена Хокинга, станет следующим мемом. Но если говорить вообще конкретно, вся эта ситуация, которая сейчас происходит, она мне через чёрт напоминает кое-какую блогершу, прошло бы с веслыми благодаря Браму. А конкретно барабанная дробь эмси Кесуля, которая недавно открыла нам своё лицо. Да, хайпуем, хайпуем. Да, да, господи, чем я занимаюсь? Наверняка все помнят псевдо-треки про холготки, про тачки и то, что я не плачу, это просто слёзы. Если честно, я не знаю, что о ней вообще сказать, потому что треки её никогда не слушал, знаю о ней только из Брайна, и то пару фраз вот этих вот, которые я сказал из старых его видеороликов. Да. Вот у нас, видимо, эта кринжуха начала, блин, проявляться ещё с давних пор, а вот сейчас она активно хайпует уже на Западе. Если что, я имею в виду рыбатл, а не эмси Кесуля. Кстати говоря, вы же наверняка видели шорт, где оригинальный мистер Бист снимается с фейком, типа, вот настоящий мистер Бист, и у него на плане дофигища кнопок золотых. Я на 100% уверен, что на западном тиктоке, кстати говоря, наш тикток наконец-то постепенно разблокирует. Да, радость-то какая, снова будем деградировать. И в общем, на западном тиктоке наверняка появится ток, да, тавтологи, обожаю. Где будет точно такой же небольшой скетч, как с мистером Бистом, только типа там будет Адвард Гитлер. Ну, знаете, что я подумал? Я всегда слушал какой-то западный трэш, трэш-мемы, музыкальный трэш-мемы и прочее. А вот наши родные кровинушки, родные мемы, родные трэш-композиции я ни разу не слушаю. Я должен на это послушать хоть один трэк из того времени. В общем, я его люблю, а он меня нет. Я плачу по ночам, а он нет. Я не знаю, я просто сейчас записываю со своей... Блин, видите, у меня уже мозг кипеть начинает, я не соображаю, что говорю. Я решил, короче, записать, только впервые слушаю один из её трэков, типа самый популярный, какой-то слезное послание Мсики Суля. Блин, в 2000... В седьмом, пятнадцатых годах прям конкретно жестили я вижу. Теперь нужен новый мне, я суперзвезда. О, боже мой.